ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Почти неделю уже она вот так вот лежит, собачка. На поролоновой подстилке молодой пес по кличке Дружок проводит почти все свое время. Собака не может встать, с трудом ест и пьет. Ее постоянно мучают приступы. Но чем болеет пес, Галина Кирьянова не знает. Ведь когда его привезли в дом, он был здоров, уверяет женщина. Несколько недель назад Кирьяновы обратились к знакомой, которая работает в Первоуральском приюте для бездомных животных. Пенсионеры попросили собаку, которая бы охраняла придомовую территорию. Так в семье появился Дружок. Зоозащитники привезли его сами. Правда о том, что у пса какие-то проблемы со здоровьем, сказано не было, говорит Галина. Она мне и говорит, вы знаете, вот таблеточки вот эти, надо подавать эти таблеточки им. Я говорю, а зачем? Ну, это типа того, что собака же, она была беспризорная, это мало ли. А потом вот у нее были какие-то, типа приступ какой-то был, типа эпилепсии. Ну, это говорит так, это так, ну, это для профилактики. Не верить своей знакомой ни Галины, ни ее муж не могли, ведь до этого уже брали у нее собак. Линда и принц тоже из приюта, и с ними особо хлопот не было. Хотя принц, вспоминают Кирьяновы, приехал к ним с больными ушами. Пенсионеры ее вылечили, а вот что делать с обессиленным Дружком, не знают. Галина уверяет, вместе с мужем попросили волонтеров забрать собаку. Он надеялся все, чтобы поправиться, а теперь уже видим, что с каждым днем все хуже. Я говорю, вот вы плохо сделали, что сразу не предупредили, что привезли больную собаку. Мы бы отказались, мы такую ответственность на себя бы не взяли. Я говорю, ну, я даже не знаю, куда мне теперь обратиться. В администрацию обращайтесь, куда хотите. Вот и все, весь ответ, куда хотите. На лечение собаки у пенсионеров нет денег, а вести пса в приют, говорят, не могут. Вот нет машины, да и зоозащитники, мол, такому не рады. Хотя в договоре, который выдали на руки Галине и ее мужу, четко сказано, владелец собаки, то есть приют, обязуется принять животное назад. Что делать в этой ситуации, Кирьяновы не знают. Побаиваюсь его, потому что он огрызался, вот как-то он огрызается. Нет, 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 мой хороший, да мой маленький, я же тебе помочь хочу, моя маленькая. Да ты мой хороший, да ты мой роднолюшка. Между тем, в обществе защиты животных сообщили, в приюте Кирьяновым не отказывали принять собаку обратно. Проблема возникла в вопросе транспортировки. Когда они выносили мозг, что эту собачку взять, прекрасно находили транспорт. Сейчас, да, мы сказали, что везите сами, мы примем собаку. Но раз не везут, значит будем искать дальше машину, заберем, естественно. Когда точно волонтеры заберут пса у Кирьяновых, председатель не пояснила, но заверила, что машину для вывоза животного они уже ищут. Кристина Сепьёва, Николай Швейцов, Интера ТВ.